Уже традиционно, в последнюю неделю ноября у молодых экономистов и управленцев Казанского университета появилась уникальная возможность расширить и укрепить научные связи среди молодежи различных вузов страны. Общее желание завести деловые знакомства и получить новые знания объединило самых инициативных студентов на пятом международном молодежном симпозиуме по управлению экономике и финансам. Мы считаем, что это мероприятие очень важно, так как на нем формируется такая вещь, как научная кооперация. Может быть, студенты, которые сейчас будут общаться в рамках круглых столов, в будущем будут заниматься вместе наукой и вместе могут совершить какие-то научные открытия, какие-то могут совершить научные изобретения. Так что мы считаем, что это мероприятие очень важно. В симпозиуме приняли участие исследователи с разных вузов России. Каждый из участников успешно презентовал собственное видение решения экономических вопросов. Например, представительница Мордовского государственного педагогического института убеждена, что решение проблем социально-экономического развития стран непременно заключается в воспитании педагога-управленца. Педагог-управленец – это лидер, он должен быть ответственным, творческим, он должен меняться в зависимости от окружающих обстоятельств, он должен вести за собой команду, в частности, обучающихся, он должен от одного проекта переходить к другому. Это творческая личность, это ответственный человек. И сегодня, для того, чтобы у нас российская экономика была конкурентоспособной, нам такие нужны люди. Участники активно делились знаниями и навыками со своими будущими нагородними коллегами. Стоит отметить, что студенты и молодые ученые без стеснения демонстрировали свои знания прямо на глазах у потенциального работодателя. Мы сотрудничаем с КФУ уже 6 лет. У нас подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого мы каждый год разрабатываем и обновляем программу сотрудничества. Также мы второй год подряд в стенах данного вуза проводим бизнес-школу. Это наш совместный проект. Мы отбираем лучших студентов вуза. Это 30-35 человек, которые в течение месяца-полутора месяцев проходят обучение в нашей аудитории. Можно не сомневаться, что работа Пятого международного молодежного симпозиума по управлению экономикой и финансом наверняка принесет свои положительные результаты. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.